Питер Катуджан показывает нам Капитолий штата Массачусетс, будто свой родной дом. Здесь, на бостонском Биконхилл, прошли 14 лет его службы в палате представителей штата. Последние 8 лет он занимает пост шерифа округа Миддлсекс, но сюда по-прежнему любит возвращаться. Ни одно его появление на Капитолии не проходит незамеченным. И дело вовсе не в его высоком росте. Здесь Катуджана знают как активного политика, который никогда не стоит на месте. Он участвовал в выборах в палату представителей США, был удостоен почетной медали острова Элис за вклад в развитие страны и, будучи потомком армянских иммигрантов, всегда оказывал поддержку армянской общине Массачусетса. Возможно, главное достижение моей государственной службы – это открытие парка армянского наследия. Это было очень сложно. Вначале у нас не было ни денег, ни поддержки. Комитет, который запустил этот проект, развалился. Долгое время я был единственным, кто надеялся возродить эту идею. Найти заинтересованных людей все же удалось. Новой задачей стало заполучить место для мемориала в центре Бостона. Никто не хотел запуска этого проекта. Мы для всех были помехой. Но мы продолжали бороться, потому что хотели, чтобы мемориал открылся именно в сквере Розе Фиджеральд Кеннеди. Многие политики и организации встали на нашем пути, потому что тоже были заинтересованы в этой территории. Ну и, конечно, представители турецкого государства, потому что они не хотели признания армянского геноцида. Ни в каком виде. Но мы были готовы к этому. После долгих переговоров проект, наконец, заручился поддержкой города. Помимо армянской общины Бостона, большую помощь воплощения идеи в реальность оказал на тот момент действующий губернатор Массачусетса. Диваль Патрик, тоже потомок эмигрантов. И спустя два года строительства в 2012 году парк армянского наследия был открыт. Катуджан надеется, что следующим важным этапом в истории американских армян станет признание геноцида на государственном уровне. Из 50 штатов Америки его признали все, кроме штата Миссисипи. А вот Белый дом и Конгресс США по-прежнему не решаются на этот шаг. Я знаю, что однажды они его признают, потому что нельзя отрицать правду. Тогда Соединенные Штаты и весь мир станут гораздо свободнее. Мы сможем двигаться вперед, и отношения с Турцией наладятся. Моя бабушка и дедушка приехали в Америку из Турции. Я не могу посетить их родину, город Мараш, который сейчас уже совсем другой. Но я хочу иметь возможность вернуться туда и отдать дань их памяти в Турции. Я хочу отправиться туда со своей семьей. И я верю, этот день настанет. Я верю. Карина Бафраджан, Михаил Масурадзе. Настоящее время Америка. Бостон.